Жительница села Бесколь Елена Санина говорит, что покупка дров обошлась в копеечку. В минувшем году запастись топливом стоило на 8 тысяч тенге дешевле, чем в этом. В этом году мы с мужем купили 6 кубов дров за 40 тысяч тенге. Хотя в прошлом году мы за 6 кубов отдавали 32 тысячи всего лишь. Скачок цены сразу же почувствовали. Мы очень сильно возмущены. Не факт, что нам этого хватит. При этом еще нужно уголь покупать. А еще хорошо, что у меня муж сам колет дрова. Другие люди доплачивают за уже колотые дрова. У них вообще больше 50 тысяч выходит по цене. Багдад Беков тоже возмущен повышением цен на дрова. Для обогрева 4-комнатного дома ему нужно 8 кубов в сезон. В этом году я уже брал колотые дрова, заплатил за них немало. В этом году брал 4 куба, заплатил за них 37 тысяч. В прошлом году брал такой же объем, но заплатил 30 тысяч. Мне на зиму надо 2 тележки. Цены растут, видно, что меня ни одного этого возмущает. У нас много таких. Глава ассоциации лесопользователей Североказахстанской области Сирмухамед Ураулу утверждает, что цены завышают не производители, а перекупщики. В сегодняшний день, если где-то кто-то спекулирует и ставит цены выше, мы к этому отношения не имеем. Это не лесопользователи, это чисто работают перекупы. И спрос с них, наверное, должен быть по-своему, мы к этому отношения не имеем. Руслан Нурбаев вот уже несколько лет занимается продажей дров. По его словам, цену он повышает вынужденно, чтобы избежать убытков. Аким села Бескольер Болбогенов говорит, что не в курсе возмущений жителей по поводу цен на дрова. Я не знаю, цены в Бесколе такие. Других цен не знаю. 5700-5800 тенге. Люди по такой цене берут. В селе Бесколь Казалжарского района около 3,5 тысяч дворов. Они отапливаются углем и дровами. Североказахстанская область в числе регионов с низкой газификацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова